Вот уже десятый день и все внимание мирового сообщества приковано к происходящему в Израиле и секторе Газа. Армия обороны еврейского государства продолжает авиа и ракетные удары по целям, связанным с Хамас, боевики которого, напомним, совершили террористическую атаку 7 октября, напав на юг Израиля. В ответ, хамасовцы не прекращают ракетные атаки из сектора Газа. Сегодня из-за воздушной тревоги даже пришлось прервать заседание Кнессета и эвакуировать в бомбоубежище членов парламента. Мы рассчитываем узнать всю последнюю информацию буквально в ближайшие минуты у нашего коллеги, журналиста Дмитрия Хайтовского, который был с нами сейчас, который был всю последнюю неделю с нами на прямой связи. Мы знаем, что у Дмитрия сейчас в Холонии, это пригород Тель-Авива, звучат сирены. Собственно, сейчас мы это все слышим. Дмитрий, надеюсь, вы успели укрыться и сейчас в безопасности. Мы слышим, собственно, эти сирены. Если нужно еще время, чтобы установить связь, мы можем, я думаю, потратить эти несколько минут, пока рассказав... Дима, слышите, да? Отлично. Ну, в смысле, плохо, конечно, что три сирены звучат. Расскажите все-таки подробнее. Мы списывались до эфира, когда было известно об атаках на Иерусалим и Тель-Авив, и про Кнессет. Собственно, начнем с того, что сейчас происходит. Это очередные атаки, что известно об этом? Ну, собственно, да, атака, очередная атака. Даже что-то буквало не так далеко по звуку. Сирена сейчас тихла, но по правилам мы должны еще около 10 минут плюс-минус оставаться в бомбоубежище, потому что какие-то ракеты могут долетать, какие-то ракеты могут осыпать осколками. Ну, в частности, сегодня в полон был прилет. Пока нет информации, было ли это прямое попадание, либо осколки, но была ранена женщина. Ранение средней тяжести она получила и была доставлена в больницу. Также были обстрелы юга. И, естественно, Ашкелон, Ашдот, Кибуция на границе с сектором газа. Ну, и, к сожалению, уже по традиции доставалась дырота, естественно. На Севере также были проблемы. Фирбала продолжила обстрел. Знаете, как говорят, военные стрелкотня. То есть обстрелы стрелкового оружия и также из противопамковых гранитометов. Ну, вот, собственно, что касается обстрелов вот так. Тим, на самом деле, я подумал, что, возможно, нашим зрителям, которые, понятно, не знакомы с вообще происходящим, издалека, в смысле знакомы по новостям исключительно. Вот обычно вы стоите на улице с видом на, условно говоря, улицу, да, на освещенную огнями. Вот в тот момент, когда это происходит, вы бежите в какой-то ближайший подвал, есть какие-то открытые бомбоубежища, про которые все люди знают. То есть как это работает? Просто вот мне, например, тоже не очень очевидно. Ну, давайте, слушайте. Если у нас есть две секундочки, я вам скажу. Вот, в принципе, мы стоим обычно вот на этом этаже. Это второй этаж. Есть два выбора. Можно либо спуститься на лестничный пролет второго этажа, либо спуститься вот сюда, в подвал, вот в дверь приоткрыта. Я думаю, что пока дадим возможность, собственно, Дмитрию Хайтовскому подняться обратно по лестнице, где есть лучший прием скайпа. Дим, я прошу прощения и у вас, и у наших зрителей. Понятно, что вы перемещаетесь в условиях войны между этажами. Возможно, поэтому прерывается связь. Не так хорошо сотовая связь. Ладно, вернемся. Спасибо, собственно, для нас. Я уверен, для наших зрителей было важно увидеть, в том числе, собственно, как люди прячутся вот в этих ситуациях на лестничных клетках, пытаются обеспечить себе безопасность. Спасибо, что, собственно, это показали. Теперь перейдем к другим событиям. Сегодня выступал в Кнессете, как мы уже сказали, депутат в Кнессете пришлось эвакуировать из-за обстрелов. Расскажите все-таки о визите сегодняшним Нетаньяху. Были какие-то серьезные заявления? Дима, слышите ли вы меня? Да, да, слышу. Еще раз я повторю, просто вопрос, не уверен, что была связь. Как мы сказали, сегодня был Нетаньяху в парламенте. Вы изучали какие-то важные заявления? Ну, в принципе, речь о Нетаньяху сегодня в парламенте можно было охарактеризовать и назвать мотивационной речью. Такая, знаете, враг будет повержен, виновные будут наказаны. Это если резюмировать. Конечно, Нетаньяху говорил о том, что цель Израиля – это полное искоренение Томаса как явления, как террористического движения. И, конечно же, говорил о том, что были сделаны ошибки. Ну, тем более, что глава Шабахта, это конс разведка, по сути, Израиля, он признал ответственность. Это первый государственный лидер, государственный деятель, который признал ошибку личную, в том числе ошибку за события прошлой субботы, за неподготовленность страны к вторжению. Ну, вот, собственно, пожалуй, вот эти моменты были главные в речи, и этого, собственно, и ждали. Потому что надо понимать, что сейчас политическое руководство Израиля отделено от военной операции, по сути, оно не отдает приказы, оно получает информацию от военного командования. Военное командование само планирует и осуществляет операции. Понятно, что, конечно, наверняка в каком-то узком военно-политическом кругу все это обсуждается, но, тем не менее, оно может не советовать. Что касается, собственно, подготовки военной операции, понятно, что мы не знаем, когда она может начаться. Все говорят, что это может произойти в любой момент, условно говоря. Мы видим много сообщений о продолжающейся эвакуации из населенных пунктов рядом с сектором газа на юге. Насколько успешна и насколько завершена эта эвакуация? Ну, речь идет, конечно, о эвакуации из Деротта, города Сдеротт. Ему достается очень сильно. Алон Давиди, это мэр Сдеротта, еще несколько дней назад говорил о том, что наконец-то государство решило за свой счет, за государственный счет начать полную эвакуацию жителей. Это необязательная эвакуация. У меня, честно говоря, нет данных о количестве эвакуированных, эти данные разнятся, потому что еще не так давно сам мэр говорил о том, что к началу вот этой организованной эвакуации уже порядка 40-50% эвакуировалось самостоятельно. Потом были другие цифры. Но, да, действительно говорят, что большая часть Дерота эвакуирована и город, по сути, пустой. У Ашкелона проблема. Ашкелон, к сожалению, не хотят эвакуировать. И мэр очень жестко прошелся, мэр Ашкелона очень жестко прошелся и обратился к Мотричу, к министру финансов. Смотричу и сказал, что жителям, на эвакуацию которых вы не выделяете деньги, остается только молиться. Ну и слово об эвакуации на севере, двухкилометровая зона от границы с Ливаном, там введена обязательная эвакуация жителей. Понятно, что военные не хотят подвергать жизни простых мирных граждан опасности в связи с обстрелами. Ну, если вдруг, не дай бог, конечно, начнется вторжение Хазбаллы, то понятно, что военным не нужны здесь мирные люди. Они будут сковывать движение армии. Я напомню нашим зрителям, что рассуждение и предположение о возможном подключении Хазбаллы к конфликту, в смысле, к действиям Хамас, мы слышим всю последнюю неделю. Пока эти опасения не оправдались. Спасибо, Дмитрий Хайтовский, журналист, живущий в пригороде Тель-Авива, в Холоне. Показал нам, собственно, как люди прячутся от ракетных обстрелов, за что отдельное спасибо. Рассказал о ситуации в Израиле и о сегодняшней речи премьер-министр Нитаньяху в Кнессете. Напомним, что на сегодня число погибших в очередном палестино-израильском конфликте составляет по меньшей мере 1400 израильтян и 2700 палестинцев. Сегодня в Израиль после визитов в арабские страны вновь прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен. Он вслед за Джо Байденом, а также международными гуманитарными организациями призывает Израиль соблюдать законы войны в отношении мирного населения Газа. В понедельник, так же как и в течение минувших выходных, Израиль продолжал активно наносить ракетно-воздушные удары по территории сектора Газа. Департамент здравоохранения палестинской автономии сообщает, что число жертв в Газе составляет 2750, а раненых – 9700 человек. В ответ вооруженные отряды Хамас заявляют, что будут сражаться до последней капли крови. Они также запускают боевые ракеты в сторону израильских городов, включая Тель-Авив. О погибших в минувшие выходные израильтянах не сообщается, но несколько десятков человек были ранены. По этой причине была проведена полная эвакуация города Сдирот, недалеко от границы с Газой. Многие другие израильские населенные пункты были эвакуированы еще раньше. Значительная часть жителей города Ашкелон, примерно в 15 километрах от границы с сектором, также уехала в более безопасные места. Жизнь тут сейчас не сахар, настроение плохое. У детей психическая травма. По ночам не могут спать. Я, конечно, отвезу семью и вернусь, потому что у меня здесь ребенок в больнице. Выбора нет. Но когда его выпишут, мы сразу уедем. Это продолжается уже годами. Мои дети, к сожалению, родились в этой обстановке. И вот так нам приходится жить. По данным департамента ООН по координации гуманитарных вопросов, жители Газы массово покидают северную часть. Общее число эвакуировавшихся оттуда уже превышает миллион человек. Одновременно под давлением США в воскресенье власти Израиля возобновили поставки питьевой воды в Хан-Юнис, расположенной в восточной части Газы. Последний водоперерабатывающий комплекс в Газе был остановлен 15 октября. Практически все больницы сектора из-за отсутствия электричества используют сейчас генераторы. Однако топливо для них может закончиться в ближайшие дни. Тем временем в египетский город Ариш, в трех десятках километров от границы с Газой, прибыла автоколонна грузовиков с гуманитарной помощью для палестинцев. Однако КПП «Рафах», ведущий в Газу, последние два дня был закрыт. И помощь пока не может быть доставлена. У нас здесь автоколонна с одеялами, лекарствами. Мы ждем разрешения пересечь границу. Мы полностью готовы оказать поддержку людям в Палестине. Мы заявляем всему миру, Египет всегда будет вратами благодеяния для всех арабских и исламских стран. С другой стороны границы, в Газе, у КПП «Рафах» скопились сотни палестинцев. Все они надеются на скорое открытие КПП и возможность перебраться в Египет, не дожидаясь антитеррористической операции «Цахал» в секторе. Источники Reuters сообщили, что в воскресенье было достигнуто соглашение о прекращении огня на несколько часов. Однако премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху вскоре опроверг эти заявления, сделанные также властями Египта. В работе по достижению соглашения участвуют Организации Объединенных Наций и Соединенные Штаты. Представители ООН отмечают, что обе стороны конфликта не должны выдвигать условия для таких мер, как освобождение заложников и оказание гуманитарной помощи нуждающимся. События 7 октября и атаки Хамас были совершенно отвратительными. Но атаки на газу тоже являются беспрецедентными и катастрофическими. Мы реально в состоянии прямо сейчас доставить в газу припасы, продовольствие, воду, медикаменты, горючие из Израиля и Египта. Поэтому так же, как мы призывали к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых Хамас, теперь мы призываем к открытию немедленного, без каких-либо условий, доступа для доставы гуманитарной помощи. Нам требуется прекращение огня, чтобы наши работники могли безопасно передвигаться. Власти Израиля опубликовали обновленные данные, согласно которым в плену у боевиков Хамас находятся 199 израильтян и граждан других стран. Перспективы их освобождения пока туманны. Под вопросом остаются и сроки возможного наступления израильской армии на сектор газа. Голос Америки, Вашингтон. По всему миру и США не стали исключением, в минувшие выходные проходили массовые акции, с одной стороны в поддержку Израиля, с другой в защиту палестинцев. Корреспондент Русской службы Голоса Америки Ангелин Багдасарян побывала на двух подобных акциях в Лос-Анджелесе. Близкие Набилы в Газе. Она не знает, живы ли они. Я вас умоляю, спасите детей, спасите женщин, стариков, больных. То, что происходит неправильно. Набила должна была лететь к сестре в Рамалу, город на западном берегу реки Ордан. Но рейсы, говорит женщина, отменили. И вот она с тысячами других протестует в Лос-Анджелесе, требуя от Израиля перестать бомбить мирных жителей сектора газа. Набила говорит, что оплакивает не только палестинских детей. Протестующие прошли маршем от консульства. Израиля в Лос-Анджелесе к федеральному зданию, где находится офис ФБР. Всё, чего мы просим, человечности. Мы протестуем сегодня мирно, чтобы показать, что мусульмане не такие, как нас выставляют. Запад отправляет помощь Израилю в виде трёх миллиардов долларов наших налогов, чтобы устраивать геноцид нашего народа на антиарабскую риторику, на антимусульманскую риторику, чтобы оправдывать действия Израиля. Меры безопасности в городе введены усиленные. И несмотря на это, и призывы к мирному протесту. Едва удалось избежать драки с представителями еврейской общины. Попавший в руки протестующих флаг Израиля очень скоро оказался на земле. А это марш в поддержку Израиля. На нём тоже тысячи. Шествие к музею толерантности в Лос-Анджелесе тщательно охраняется полицией и на земле, и с воздуха. Главное требование участников этой акции – освободить заложников, которых похитил Хамас. Всё закончилось бы, если бы они вернули 150 заложников. Вот и всё. А вместо этого Хамас держит в заложниках ещё и жителей Газы. Родные речи денятся в Израиле, как и родные Дженис Рос. Для большой еврейской диаспоры Калифорнии событие в Израиле – личная трагедия. На данный момент мои родные в порядке, но всё может измениться в любую минуту. Всё, что случилось в Израиле – это ужас. Всё это очень печалит. Абсолютно ничто не может оправдать терроризм. Ничто. Все мои родные в Израиле справляются с происходящим. Они в состоянии траура. Но с решимостью победить Хамас, чтобы покончить с этим и отомстить за то, что они сделали. Близкие жертв атаки Хамас на Израиль несут плакаты с фотографиями родных. Ангелина Багдасарян, Вазген Варжебетян, Голос Америки, из Лос-Анджелеса. Необычная акция прошла в эти выходные в Киркленде, штат Вашингтон. Там представители израильской, украинской и иранской диаспор собрались, чтобы выступить против насилия, призвать к освобождению заложников, похищенных Хамас в Газе. Я организовала это мероприятие вместе с моими друзьями Насимом и Бехрузом. Со мной наша подруга из израильской еврейской общины, здесь, в Сиэтле. Мы собрались этим вечером, чтобы помолиться о тех, кто потерял свою жизнь из-за того, что Хамас сотворил на израильской земле. Это просто чудовищно. Мы требуем справедливости для израильского, иранского, палестинского народа. Потому что эти люди также являются жертвами этой террористической организации. Мы очень четко и громко призываем вернуть наших детей, женщин и стариков домой. Самое главное – это освободить Палестину, Израиль и весь мир от Хамас. Потому что это самые ужасные люди. Мы даже не можем себе представить их злодеяния. И все во всем мире должны просто встать и сказать «нет, Хамас». С Хамирой мы встретились впервые только сегодня вечером. И это так трогательно, потому что я чувствую себя ее сестрой. Это свет во всей этой тьме, которая окружает нас всю эту неделю. Многие думают, кто эти люди. Хамас – это очень маленькая группа людей. Такие мусульмане, как я, как Хамейра, как Насим. Мы – мирные люди. Но эти люди опасны. Их мало, но все их боятся. Я помню, когда я был в Иране, мы выходили на улицы Тегерана, чтобы протестовать против исламистов. Мы были большинством. Нас было 90%. Но эти злобные 10% подходили и били нас с мачете, ножами, дубинками, всем, чем только можно. Они не уважают права человека. Я пришел сюда, чтобы поддержать израильских людей, которые были убиты, которые были взяты в заложники в результате ужасной атаки Хамас. Я думаю, что каждая страна имеет право защищать свой народ. Я не сомневаюсь, что это очень выгодно России – попытаться отвлечь людей всего мира от войны в Украине и вместо этого сосредоточить их внимание на израильской проблеме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!